всем привет меня зовут алексей костромин я фотограф действующий очень активно действующий я работаю в сфере съемки людей я фотографирую все что связано с людьми портреты и рекламные съемки журналы журнальные всякие истории я сегодня не буду особо скакать на белом коне или даже на пони гарцевать на тему того что вот я умею томи и все и снимают то снимаю это я сегодня так немножко все не отойду сегодня я чуть меньше фотограф сегодня больше лектор буду рассказывать про какие-то свои наблюдения делиться ими и уже во второй части можно будет именно поговорить на тему какого-то моего личного опыта если вам что-то интересное из того что я делаю или какие-то есть другие вопросы на тему современной фотографии на тему запросов которые сейчас приходят фотографом я хотел начать с того что творится в современном мире фотографии потому что вы заметили что мир крайне быстро меняется сейчас очень быстро и соответственно на это надо как-то реагировать чтобы не отстать от поезда и вообще за этим очень интересно наблюдать началось все вот с чего этой весной ко мне обратилась футбольный клуб зенит совместно с компанией nike с таким запросом что вот у нас презентация новой формы зенита в этом сезоне и не мог бы ты нам алексей что-нибудь на этот счет снять ну а именно презентацию форма презентация формы футбольного клуба в классике выглядит вот так точнее выглядела раньше то есть это набор максимально мускулиных мужчин которые сейчас всех порвут и которые выглядят но невероятно уверенно поставлен такой мощный такой мерцающий свет жесткий довольно таки контры побольше ну и такая получается очень мощная глянцевая суровая картинка именно так как это было принято до недавнего времени снимать спортсменов чем брутальнее тем лучше мы решили ознакомиться подготовиться чтобы не ударить в грязь лицом а что же делают именно сейчас именно европейские какие-то клубы сборные ведущие я конечно был немножко ошарашен и удивлен этим всем и даже приятно удивлен поэтому нашему снимка вышла совсем не такой потом мы до нее дойдем но вот что я нашел вот пока начнем с классических да таких съемок вот так вот это все выглядело да сразу видно как все это круто обработано необычно какой контраст какая идет любопытная ретушь здесь даже обесцветили самих самих игроков например ну то есть здесь фотограф явно показывает играет мускулами сказал показывает все на что он способен все чудеса технологий и так далее ну вот из более-менее недавних съемок от сборной германии жесткий свет такой но с таким легким намеком как будто это солнечный свет конечно не очень похоже но все-таки и здесь уже такая тенденция что вот почему-то взяли такой неаккуратный фон это такой вот чуть-чуть такой флер какого-то нового подхода что не все так идеально симпатично какая-то такая бетонная стена кирпичная стена небрежно здесь торчит какая-то решетка вот тоже все вроде таком классическом манере съемки футболистов и вообще спортсменов но при этом добавили опять же такой типа небрежный фон типа случайный фон это любопытно да такие уже идут большие шажки вот такая интересная съемка мне очень понравилось это уже таком более в современном духе когда взяли и очень лихо закосили как бы под любительскую фотографию со вспышкой в лоб и как будто вот футболисты ну все еще браво но уже с народом гуляют и так выглядит на мой взгляд очень симпатично и даже трогательно а вот то что я увидел потом это официальный сайт nike это презентация формы сборной нигерии сборной нигерии принципе привела фрор своей формой а здесь еще и фотографии вот такие фотографии как вы видите довольно любопытные ну например мы не видим головы это кадрирование оригинальное не видим головы у героя слева ну и справа тоже кадрирование довольно таки небрежное надо сказать что воспринимать форму это никак не мешает фотографии на это не делают менее живыми или хуже но в целом очень необычно да особенно то что вдруг героев решили нарядить в такие вот бессиллые штаники кольцо повесили ну как то вообще очень все выглядит живо лихо и фривольно совсем не так как принято в футбольном мире однако этим всем дело не ограничивается не только сборная нигерии так выделяется сборная россии пожалуйста никакого профессионального света естественный свет какой был такой был глаза пропали все не ну и ладно зато выглядит очень живо то есть тоже так качнулись то есть не отстаем да кстати говорят adidas а не nike то есть другая фирма но она тоже уже вот в эту сторону немножечко идет это меня вообще покорила это nike если я не ошибаюсь это манчестер сити поправьте мне если не прав то есть довольно таки крутая футбольная команда оцените замечательную ретушь пересветы виньетку пурпурный цвет рук но в целом очень любопытно все сделано при этом я не могу сказать мне это не нравится по моему выглядит круто помогает очень живо и бог с ним что это как будто некачественно то есть такой какой-то заход в сторону как бы любительской фотографии и вот по поводу этого пути от профессиональной фотографии к тому что профессиональная фотография пытается выдать себя за любительскую вот мы про это все не будем говорить потому что такое ощущение что играть всем мускулами и фотошопами и камерами надоело а стала цена наоборот производить фотографию которая ближе к зрителю где нет такой дистанции между профессионалом который умеет ваять невероятно круто и зрителям который как раз таки не умеет ваять но при этом сам создает каждый день по 1000 картинок или вот такими фотографиями мы немножко приближаемся к зрителю который ваять тесто такие примерные картинки в том числе да здесь видно расфокус довольно мощный очевидно что это профессиональная оптика но при этом очень простая обработка очень простой подход максимально естественный такой или вот вот это например можно было снять на наш любимый iphone и вы видите резкость над посему поле кадра все так странно подзавалено а не то чтобы очень много делали дублей и искали лучшее положение ног рук все довольно так как-то по-простому а это мне очень понравилось это хорватия и это тоже было на официальном сайте компании nike вот так вот презентовала свою форму сборной хорватии вот такими какими-то до более знакомыми лицами да вот что то такое мне кажется есть и у нас в некоторых отдаленных районах города а может быть и не только в отдаленных мне очень порадовало и повеселило это что именно так или вот например вот эти занавески я помню с детства ну как очаровательно что именно эти занавески был выбран на место какого-то гламурного фона или какого-то невероятно красивого фона это была первая часть первая часть посвящена была да моему открытию именно в футбольным футбольной фотографии спортивной фотографии что что-то изменилось что-то качнулось все что показывал это все последние съемки последних лет вы можете зайти на nike football посмотреть презентации форм там примерно в том же духе действует продолжают то есть все максимально похоже либо на съемку на телефон на какую-то любительскую съемку либо это похоже как бы на профессиональную съемку на персональную камеру но как будто профессиональную камеру взял человек который не то чтобы умеет и владеть и очень любит вспышку в лоб и вообще не сильно париться кроме того поведение героев да они оно какое-то простецкое иногда дурашливое простое вместо каких-то гладиаторов мы теперь видим простых людей которые умеют улыбаться радоваться веселиться вообще стали ближе к аудитории то есть опять же рушим границы сравним да вот здесь ребят и вот здесь ребят это конечно абсолютно разные истории мне такая вещь именно такой вот заход в сторону очеловечения очеловечивания как-то лично симпатичным вот это что касалось первого примера значит второй пример это алексей никишин возможно вы знаете такого фотографа он на свое время был очень известен как раз таки в нулевых годах он создал замечательное портфолио таких очень черно-белых очень таких драматичных я сказал петербургских портретов классических довольно известных людей мало того что и фотографии сами все хорошие еще и герои потрясающие в общем никишину стал довольно таки популярно известен вот такие работы классического никишина мы имели счастье наблюдать пожалуйста ксения собчак довольно хорошо интересно любопытно что-то от ньюмана ньюмана наверно что-то от и рнгп на что-то авидона но при этом по-своему суммобытное он действительно молодец и такой у него был очень крепкий набор фотографий до сих пор на его сайте висит потом что случилось я как-то потерял его из виду и совсем давно нашел снова нашел совершенно неожиданно не сразу знал в общем надо сказать что алексей никишин под видимо влиянием семейных тенденций невероятно переобулся при том что человеку 42 года он как-то очень все хорошо почувствовал дух времени и сейчас у него на сайте нет новых работ вот так выйдет его instagram на котором написано under construction stories и именно поэтому именно и stories и я не пришлось скачивать это все нету на сайте нет нигде но вот теперь алексей никишин это вот так несколько неожиданно если знаком с его ранними работами так сейчас я буду перелистывать это алексей никишин это вот так при этом он не потерял популярность он по-прежнему очень востребованную у него обожают заказывать логуки всякие современные модные московские марки разные журналы такие любят его такие фотографии и конечно первую реакцию отрицания стоит убрать и подумать почему так снимает и откуда это взялось зачем то есть порассуждать хотя первая реакция отрицания я могу принять ну вот пример в этой фотографии тоже все очень как бы криво косо и небрежно вы видите насколько точно и насколько четко видно что человек очень хорошо владеет и цветом и композиции и компоновкой кадра и видно что это мощнейший хороший мастер но при этом вот так все как бы небрежно и это не то что как бы наша какая-то только история примерно то же самое я вижу в своих в инстаграме в инстаграме своих различных любимых журналов в том числе и международных типа там w айди и так далее там арт-партнер все эти ребята вот примерно такую сторону не показывают такая замечательная вещь фотосессия для газеты белый шум прекрасно ну и вот даже студийные фотографии до каким-то светом сделаны довольно специфическим таким каким-то последняя фотография даже дата сохранилась опасность рафи от никишина нашем заходе что дальше давайте подумаем какой может идет верх вывод из этих двух вот истории история про спортивную фотографию и про портретного фотографа который вдруг начинает снимать вот так и это как бы не частность да а это как бы общий случай потому что вот я хочу который себя наблюдает он могу сказать что да так и есть именно такие фотографии сейчас можете наблюдать самых модных западных журналах публикациях и так далее я думаю что на такое сильное изменение фотографии повлияли две вещи первые из них это какое-то достижение визуального пика качества которое случилось у нас где-то в 90-х в нулевых с какой-то момент фотография стала настолько профессиональной настолько классные настолько качественно сколько гладкой настолько картиночной настолько лугочной что это к стала уже немножко надоедать и начали искать какие-то новые пути а какой еще фотография может быть вот про красоту мы уже поговорили а про что еще можно поговорить фотографии и это напоминает то что случилось в свое время с живописью и второе это влияние культуры культура виде музыки и моды очень сильно влияет и на фотографии том числе да и вообще на все и так вот например ричард авидон да какая прекрасная фотография я обожаю ричард авидон обижаю его снимки и обожаю фотографии том числе очень красиво очень аккуратно качественно ну это вообще только на стенку вешать и в учебнике размещать известнейший шедевр и обратите меня никакое платье ну такая мода какая мода такая фотография или вот бессмертная шедевр полуроверси с наташей водяновой или вот тоже полуроверси и опять же какая мода вот такая вот она это уже понимаете это не последняя его съемка довольно уже старая его съемка или вот и не лейбовиц вот так вот наряжали героинь журналах раньше сейчас уже так и наряжают сейчас наряжают иначе на мой взгляд первый камушек в сторону вот этого всего профессионализма так называемого кинул хельмут ньютон вот такими кадрами когда начал снимать буквально там с какими-то простейшими лампами или светом от уличных фонарей или вообще без света а с каким-то естественным светом и главным в его кадрах всегда являлся сюжет а не только как это снято здесь мы видим какие-то вообще трэш на фоне и его это лично не смутило да и никого тоже фотография вошла в историю какое-то странное кадрирование тоже пожалуй во многом его заслуга он этого не стеснялся но при этом в этой фотографии же сразу веришь кстати как она очаровательная как будто прям перед тобой сидит и вот настоящий катрин денёв и что-то что-то удивительное творит причем такая уже хмельная катрин денёв я бы сказал и это этому сразу веришь это сразу тебя очаровывает следующем после хельмута ньютона кто как бы еще больше переступил через эту грань того как можно снимать на мой взгляд был тэрри ричардсон при том что он как бы снимал довольно таки известных людей он мог позволять себе снимать их как угодно показав что даже очень интересных людей можно показать даже в таком виде неприглядом довольно таки но ты речи и конечно сделал свой стиль что как бы чем трэшовее тем лучше тем лучше запомнится тем лучше потом будет продаваться и конечно но такую съемку для supreme запомнили все и соответственно supreme потом все радостно раскупили или вот тоже тэрри ричардсон сделать такой патент президента это довольно лихо опять же эта стилистика очень всем нам понятная вспышка в лоб накамерная все мы так собственно могли снять у себя дома в 90-е когда камеры собственно других не было были эти обычные мыльницы и вспышка в лоб была один способом хоть как-то фотографию сделать освещенной и вот просто белая стенка и такая обычная камера ничего больше не надо есть еще такая эстетская версия тэрри ричардсона югентеллер он тоже очень любил вас пешку в лоб но это же так иногда любил ходить по грани но конечно сделал это более элегантно очень был естественный свет и любит он до сих пор снимает при этом как бы это профессионал который может сделать вот так но даже здесь до ощущение какой-то очень естественной картинки очень натурально все-таки тейлер и ричардсон начали 90 до нулевые как бы они продолжили и сейчас продолжают а вот именно новый такой самородок про которого я хотел бы поговорить который лично меня очень как-то вдохновляет и радует кону который продолжает какие-то такие тенденции но делать на свой манер это михал пуделка мастер таких вот повторяющихся немножечко глючных фотографий его сейчас обожает просто весь журнальный мир он делает такие вещи опять же да смотрите какая мода какие герои примерно вот такие и это снимок смотрится очень гармонично с такими нарядами с такими героинями такой какой-то из пионерского лагеря как будто фотография или вот опять же ватьте внимание фанны это уже не те пафосные какие-то до дворцы лейбовец или или сельские поля какие-то простые вот раздевалки в школе в колледже в институте поле вот все что-то во всем есть такое родное надо более опять же естественный свет не дай бог какое-то будет ощущение слишком профессионального света пускай будет такой попроще помягче или вот гуччи ну вот вот мы с вами пробежались по волна модной фотографии и ну и портреты тоже разные до компрометирующие вопросы какая нужда фотографов если получается фотографа профессиональные пытаются имитировать непрофессионально потому что это надо делать талантливо и это надо делать все равно красиво и все равно в этих фотографиях даже таких вот простых на первый взгляд естественный свет да просто там разложили девушек на пляже вы видите какое замечательное содержание то есть грубо говоря форма стала не важно но содержание по-прежнему важно и поэтому мне кажется с нуждой в профессионалах ничто не случится все равно работа с моделями придумывать кадры придумывать какие-то фишечки детали и снимать захватывающе так чтобы зрителю все равно смотрела и не мог отвести взгляд все равно очень даже нужно нужно уметь и даже в 2 техники шина если вы посмотрите они выглядят так довольно таки небрежно и трешово но там же видно как много человека чувство вкуса какое тонкое это чувство вкуса и какое чувство это гармонии в этой самой дисгармонии он находит так что суммируя если вы хотите просили на фотографии вот так суммировать то это картинка которая будет максимально напоминать то что снимает ваша подруга на iphone или на свою любительскую камеру примерно так дальше я сказал что влияние культуры и моды очень велико всегда то есть все развивается одновременно одновременно возник допустим там авангард конструктивизм это все одним таким пластом пошло затем там одновременно все эти эпохи сейчас меняли и сейчас то же самое мы видим и в моде вода какая фотография но вот такая мода вот это гоша рубчинский вы узнаете это человек который очень лихо и быстро прославился в мире моды на весь мир мода действительно кроме шуток и на всех подиумах мировых он показал свои коллекции сделал коллаборации с фил и с отидасом с кучей марок международно известных и стал таким просто бомбой в мире моды потому что он привнес вот такую вот то что нам до боли знакомо но то что совершенно неизвестно ребятам европе и во всем мире то что у нас было в 90-х вот эта эстетика такая антиэстетика который нам понятно всем кто в это время рос он взял оформил в модную упаковочку и продемонстрировал на западе что вызвало фурор потому что ого это что-то новое этого еще не было это запоминается это удивительно и это ярко а вот так выглядит лукбуки гоша рубчинского таких моделей он выбирает и вот так это снято опять же до максимально естественный свет все очень просто небрежно но при этом своя эстетика в этом есть вот еще да там еще бывают футболки с надписью спаси и сохрани ну вот модный показ адидас но на самом деле надо сказать ему спасибо потому что именно благодаря этому кириллица вошла вообще в тренды мировой моды теперь можно купить вещи с надписью на кириллице в адидасе в nike в пуме где угодно и это приятно потому что ну вообще-то кириллица вполне симпатичная и сейчас даже ребята которые совершенно не понимаешь написано в европе носят кириллицу и радуются ну а среди нашей молодежи опять же признают владение подобной футболкой сразу говорит о том что человек в теме человек в моде человек в материале вот еще про моду есть такая марка витман это не шутка это реально кампейн который они сняли опять же двигаясь в сторону максимальной натуральности естественности и небрежности ребята решили снять его настоящих жителях просто накидывали одежду на реальных жителей которые не модели просто жители если не ошибаюсь цюриха и вот сделали такую вот съемку ну что здесь под постановки модели ну чем страннее тем лучше собственно ну или вот видман тоже да такой какой-то немножечко знакомый почерк имеет привкус такой несколько 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 такого советского прошлого или даже не советского снгшного прошлого и неспроста дэм на гласале это все основал он из грузии сейчас является критинодиректором баленсиаги баленсиагу все вы знаете супер модный бренд невероятно известный это съемка этих как бы вот новая коллекция пожалуйста презентация вот такая еще история вот но если вы говорили поговорили про европу то теперь давайте быстренько в америку переведемся а это вот невероятно модная марка of white вирджи лабло и основал это стилистка анивеста тут очень любопытная деталь мне очень нравится не сразу заметил да такие вот ремешки на сумочках похожие на полицейские ленты с надписью fight это явный признака исключительно модного человека который знает что сейчас надо носить вот так и так выглядит их коллекция вот так куда такие вот съемки такая композиция опять же просто небрежно как будто просто вот камера сама это как-то сделала вот ну собственно какой вывод мы можем все это сделать вывод уже тут который я озвучил то что фотография перестала гнаться за какой-то невероятно профессиональной формой она стала проще стало естественнее стало небрежнее стало повседневнее и она говорит собственно сегодняшний героях а сегодняшних местах то есть перестали бегать во дворцы чтобы снимать там какие-то модные съемки а стали использовать вот современную повседневность это как знаете компания utr всех очень удивило порадовала когда взяла и разместила на главном сайте своем фотографию таких вот ржавых стареньких пятиэтажек с такими напистыми балконами кривыми разными и с надписью что-то типа ждем домой как-то так ну потому что люди там живут в россии вот именно таких домах они живут в россии именно туда они прилетают домой и utr который обеспечит именно такие вот основные маленькие города логично что разместила потому что ну а чего стесняться ну так есть такая страна и соответственно это тоже даст менее даже такого у авиакомпании даже да такое стремление какой-то естественности к правде к открытости я это приветствую это любопытно это здорово как явление на мой взгляд вот так держит игра между любительской фотографии и профессиональной а зачем эта грань нужно ведь и здорово когда фотография влияет как она работает здорово когда она вызывает все чувства если там моя четырнадцатилетняя племянница классность астрофировала зеркало зеркало это смотрится прям модно классно стильно молодежно я за нее порадуюсь и мне все равно это снято ей или нет и если это окажется где-нибудь там журнале я тоже только повеселюсь от этого мне кажется эта грань особо не нужна губить цена в искусстве именно выразительность это раньше тоже ведь в живописи то же самое например раньше было важно что мастер не просто очень аккуратно все выписано и чтобы кварти картина очень много хранилась ты не мог быть сертифицировано практически живописством в какой-нибудь гильдии если твоих твои холсты там рассыпались через 50 или 100 лет это было несерьезно ты должен был обязательно уметь это сделать так чтобы это было на века это да но сейчас ведь посмотрите на художников они многие из них не заканчивали никаких художественных заведений учебных это все в основном люди какие-то самоочки которые просто как-то чувствуют как-то научились как-то делают первый не профессионал вообще ван гог у нас тут дальше его традиции ноги поддерживают и скорее важна выразительность работы сейчас вот такое время дует yourself сейчас такое время ютюба где как бы каждый всему учиться вот так с экрана на ходу по-быстрому и по-быстрому как то производит бой непрофессионал который хорошо что-то исполняет начинает брать за это деньги и становится уже профессионалом я знаю замечательного петербургского фотографа не буду называть его фамилию который буквально очень быстро стало довольно таки востребованным так вот первый год его спасало только то что когда его нанимали для съемки журналов с ним ездила техническая команда фотостудии возила свет и слава богу ребята умели ставить этот свет потому что работали студии ассистенты так вот ставили они первый год вот потом он как бы сам уже поднаторел и научился но было ощущение чувства вкуса чувство вкуса чувство времени человек из мира моды поэтому да технически там снимать он особо не умел но он видел кадр он понимал что это хорошо это пошло это не модно и там так красиво человек сидит а так некрасиво то есть целом какое-то чувство прекрасно внутреннее присутствовало я думаю то и то это сочетание скорее всего сплав и таланта и насмотренности что-то можно развить до какого-то момента а что-то можно только наверно изнутри приобрести при рождении я думаю да но это будет довольно олдскульдно и это возможно через какое-то время станет а менее востребовано потому что нельзя особенно сейчас современное времени время снимать там 10 лет в одной и той же технике в одном том же стиле все равно нужно меняться как-то подстраиваться и не только потому что покупать не будут а просто потому что странно творить сегодня но быть абстрагированным от сегодняшнего дня все таки все художники все великие творцы именно чем порадовали всех то что они либо выразили сегодняшний день либо предсказали завтрашний и конечно это первую очередь ценно в противном случае мы просто будем повторять мы можем сколько угодно снимать как лейбовец как авидон но мы уже их не переплюнем мы уже от них отстали потому что мы уже всего лишь их бледные копии и соответственно чтобы не быть всем бледными копиями надо сделать что-то свое что-то сегодняшнее что-то новое это как раз таки есть сегодняшний день расскажи про свою первую съемку со знаменитостью где вот еще не было известно заказчикам то вот есть лёша гастромин которым можно доверять вот не было еще это это установки людей они отчасти рисковали как они на тебя вообще вышли сложный вопрос я просто не помню какой из раза был первый но я помню что я совсем еще был зеленым но я уже очень хотел точно поснимать антона досинского это дающиеся актеры и также у него есть свой театр дерево и антона досинская захотел посмотреть после просмотра фильма сокурова фауст и по моему особо не знал что там умею снимать или не умею я просто мы написал нашел там его email у кого-то и будет но образом он ответил и вот случилась съемка помню что было очень волнительно до сих пор волнительно на самом деле на каждой съемке такой вот по поводу входа-выхода я думаю что туда да да я просто нашел их я какой-то момент просто понял что мне это интересно потому что мне интересно с этими людьми оказаться на какой-то на очень маленькой дистанции и посмотреть что этого получится а что будет вот если с таким человеком оказаться что с таким и что будет если загнуть в этот мир а чтобы заглянуть в этот мир но я бы не сказал что да у меня в сфере интересов исключительно звезды и знаменитые люди мне интересны разные люди в том числе звезды в том числе celebrity в том числе выдающиеся ребята но мне там мне нравится там общаться там с звездой не знаю спбгу снимать там татьяна черниговского это круто для меня она тоже звезда а для кого-то звезда светлана лобода а вот я лободу не снимал и как-то пока не очень хочу вот и не расстраиваюсь что нету съемок ну то есть хотя если предложит вероятно соглашусь потому что ну любопытно а там какой мир я думаю что такие вещи случаются к этому ты просто готов конечно вопрос ответ такой немножечко до философском стиле но когда до метафизически вот но когда ты внутри готов то это тобой происходит случается вопрос девушка тянула ты перебил а да по поводу найка это вот я сделал таком простом стиле как будто ребята немножечко на тренировочке такие более портретные стороны потому что я портреты люблю снимать вот в таком духе вот парадес пожалуйста такие вещи здесь вот я видно как экспериментирую это небрежным кадрированием но при этом конечно определенная академичность у меня есть и совсем уж как бы в угар я пока уйти не могу но может быть неплохо может быть у меня и будет какая такая граница найдена своя данном случае это выглядит вот так вот кузяев и парадес съемка на самом деле лихо очень прошла на сказать что такие вещи конечно очень жестко снимать почему потому что я вот это все снимал вот это все за час видите да разные локации это тоже час в смысле то что ну с учетом перебеганий перестановок света здесь было два ассистента соответственно 1 один источник другого другой мы приехали утром все отстроили по каждой локации по каждому кадру по композиции и по свету мы знали где какие настройки где какая мощность и дальше буквально по таймеру пробежались посмотрели сколько нам все это времени занимает обижать и все отснять и то что мне сразу сказали что лишь но футболисты это как бы ребята которые больше часа не вытягивают просто никак в принципе по итогу получилось примерно то что и заказывали все были довольны по факту вот но здесь еще у меня был такой человек специальный даже один человек мне иногда для всяких сложных вещей рисует эскизики иногда когда нужно прям 100 результат и нужно все очень быстро сделать я нанимаю товарища который мне все заранее рисует подготавливает то есть когда есть время поискать тогда да но здесь время искать на себя не было здесь я должен был заранее знать что это точно хорошо если этот будет сидеть а это будет стоять в другом случае я попробовал бы так еще как нибудь еще какие-то варианты то есть какой-то поиск всегда здорово интересно но как правило на коммерции и на работе с известными людьми поиска почти невозможен нету времени каждой секунды это очень много денег поэтому приходится работать оговаривается конкретно здесь было 10 штук вот давайте быстренько посмотрим немножко фотографии и не лейбовиц она делала такую серию для диснея сказок вот такие фотографии да уже не очень-то фотографии такие коллажи photoshop и неограниченных количествах совмещение с какими-то 3d рисунками вот такая трогательная милая серия а сейчас сказки другие сейчас я вам покажу сказки которые сейчас делают и делают это наша прекрасная соотечественница возможно вы про нее слышали по крайней мере в мире ты про нее точно слышали вог включил ее в список кажется 20 самых влиятельных женщин в мире искусства даже не фотографии искусства но может быть не 20 может быть 100 надо уточнить в общем это наша local girl она прям живет в петербурге зовут ее елдуз бахтиозина она татарка но при этом выросла на таком русском фольклоре и обожает его обожать эти сказки и она училась в лондоне в хорошем хорошем учебном заведении после чего стала фотографом с очень любопытным видением то есть у нас с одной стороны впитала какую-то эстетику такую европейской фотографии с другой стороны она репрезентует такую русскую культуру вот и сказки у нее выглядит вот так сейчас на западе все обалдели как же как от гоши рубчинского ну вот такие вот аленки или вот такие богатыри ну или вот такая история с родным любимым ковром снято все очень близком духе но при этом это человек который конечно очень профессионально снимает она часто сама в кадре вот например она в кадре какая очаровательная составными золотыми зубами героиня сказок сейчас наверное лучше тогда дойду до ее сайта ну такие вот смотрите какие русские героини немножечко напоминает пуделку чуть-чуть но в целом очень самобытно ну опять же не везде а некоторые кадры просто видно или вот такая царевна лебедь замечательно же или вот просто все все сразу стереотипы о россии в одном кадре вот это круто потому что такого нет другого она такая одна и это запоминаешь навсегда ну то есть все посмотрел ну понятно это был был такой трэш панк угар да 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 вот при этом есть явный точный посыл то есть это не не бессмысленная вещь это явно как бы вот презентация ее трактовки русской культуры как бы она сегодня выглядела современно смену сегодняшним дня вот сейчас еще такой кадр который конечно же всех вообще просто приводит восторг нет ни это другой найду а ну конечно вот этот вот иван царевич это он вон так вот выглядит замечательно вот это прямо очень по современному потому что естественный свет все в декорациях техника простейшая правда это пленка и она проявляет я сама и так далее но это неважно эти фотографии не выглядят чересчур каким-то профессиональным они не играют мускулами они про содержание они про форму такой вот богатырь хипстер так или вот еще богатыри очень очаровательно вот она делает арт-проект и устраивает выставки ездить ими выставками по всему миру везде ее любят принимают обожают у нас она уставляет выставляется как правило ванна новой гэллери и с лекциями наступает на тэдди прямо на умница вот такие сказки делает юлдус в отличие от сказок лейбовец конечно не совсем корректно исправнивает но все таки чудесно есть серия цирк сделана была серия к семнадцатому году к столетию революции вот в этом такой манифест что все политики клоуны поэтому цирк называется здесь она как-то события того года и видимо не только того рассматривает какой-то красный конь белый конь вот такая наша соотечественница которая очаровала мир своими работами да я думаю что стоит свой первую очередь конечно находить голос свой стиль но при этом стараться просто не нет не быть стране от того что происходит вообще в районной культуре то есть быть в курсе и там и музыки ходить в театр на современной постановке и так далее и мне кажется само собой оставляет отпечаток если от этого не отгораживаться отпечаток остается и это перерабатывается какую-то свою форму конечно первоочередное это то что вы внутри чувствуете как вы это чувствуете вот я именно больше про тренды рассказал но я ни в коем случае не говорю что так прям надо снимать обязательно ни в коем случае просто быть в курсе понимать что вот сейчас такие вещи они в цене какая-то натуральность естественность небрежность и так далее но ведь это все для чего делается все делается для того чтобы там больше поверили в какой-то момент профессиональной фотографии просто перестали верить потому что понятно а профессиональная значит была постановка приезжал трейлер со светом приезжала бригада людей гримваген и так далее и это уже не верят а сейчас именно борьба именно за это ведется за то чтобы верили даже рекламные кампании сейчас стали делать большие компании делать не только через звезд и даже не столько через звезд сколько через микро инфлюенсеров то есть сейчас рекламное агентство действительно вкачивает очень много денег в логеров каких-то публичных но не супер знаменитых людей потому что им больше поверят что у меня такой-то телефон по-настоящему правда они просто дали подержать на съемку чем когда это делает какой-то там человек у которого в этом месяце такой телефон руках следующий месяц и другой телефон руках потому что рекламная кампания меняется одно из другой и это касается и подходов съемки что дистанцию сокращать между зрителем и фотографом чтобы фотографиям просто больше верили в них как будто бы больше правды в эту в это как будто больше хочется вот погрузиться как они кишина я не знаю что что случится не так не умею так не могу и меня в принципе мой нынешний устраивает я вот такой больше за эволюцию я потихонечку его так корректирую меняю все время был момент когда мне заявили что это какой-то копченый копченый фотограф вот и нет так за дело мочу это копченый и имел седу то что я раньше снимал очень часто и любил на пленку черно-белая вот это вот все психологический портрет с максимально таким духовным взглядом да чтоб теньки так пообъемнее и так чтобы фон потемнее и вот это имел ввиду человек у меня действительно такого было немало и была такая даже в пятибургская школа много таких фотографов было на время снимали вот прямо в таком духе у всех получалось довольно талантливо и хорошо а дальше все начало не очень коменяться то есть куда-то все начали свое искать после такого вот какого-то волны на эту тему вот мне кажется тоже какую-то свою такую волну сейчас ищу продолжаю искать мне даже интересно что будет дальше куда еще меня уведет сейчас например вот мне вроде тоже черно-белая вот фотография одна из последних покажу мне она крайне дорога вот это иван мой друган невероятный активист вот и это тоже трафироне черно-белая и такая со взглядом но из но при этом с каким-то таким простым светом с такой простой резкостью она не то что выглядит исключительно профессионально она выглядит довольно таки так умеренно и мне это нравится вот ваня про него говорят чтобы человек который не страдает дцп потому что он живет полной жизнью дает лекции на эхе москвы при том что он не может особо говорить ему говорить с помощью специальной программы который сам же разработал свои там 16 лет сейчас на 20 вот и в общем потрясающий персонаж и вот да 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 он ситов 16 лет написал приложение чтобы для людей которые не могут общаться что одним которым вообще с одним пальцем буквально и самым активно пользуется общается с миром и это съемка до журнала собака ру такой удивительный герой и эта фотография она при мне очень нравится из последних моих какой-то своей такой естественностью простотой умеренностью это снято студии но здесь нет такого что она понятно студийное фото ну что последний вопрос если есть давайте обсудим или тогда будем считать нашу встречу удавшийся так напутствие так первое найти то что лично вам максимально близко интересно и то что вы можете делать с кайфом даже бесплатно если у вас есть такое дело и кстати может быть не только фотографии это на все работает но вот именно фотографии найти то что вам очень нравится фотографировать всегда легко даже бесплатно и довести это до совершенства второе 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 так развивать себя как личность всегда и постоянно то есть никогда не останавливаться на каком-то на старом багаже то есть постоянно обновлять свой культурный бэкграунд изучать историю фотографии историю искусства ходить на лекции выставки вот это все если мы фотографии то прежде всего визуальная история сложно быть не образованным в сфере визуальных искусств и при этом хорошо фотографировать поэтому я верю что эти вещи очень взаимосвязаны поэтому соответственно максимально широко свой визуальный бэкграунд пополняем и третье да третье третье деньги на ради вот деньги приложатся третье деньги приложатся спасибо 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 Продолжение следует...